Сейчас к краевым новостям. В Прикамье подвели итоги юбилейного 20-го фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2017». В краевую столицу съехались корреспонденты, режиссеры и операторы со всех уголков нашей страны. Из полутысячи заявленных на конкурс работ из полсотни регионов России и стран СНГ сотрудник конкурсского телевидения вновь стал дипломантом всероссийского конкурса. О событиях фестивальных дней расскажет Светлана Воронцова. Торжественная встреча журналистов состоялась в стенах администрации губернатора Прикамья. Глава региона Максим Решетников отметил, масштаб фестиваля, его популярность и количество участников растет из года в год. Особые слова благодарности звучат в адрес тех, кто отдает все свои силы на активную многолетнюю поддержку фестиваля. С одной стороны, очень важно, с другой стороны, очень сложно достучаться до молодежи иногда с такими темами, с патриотизмом, как вот объяснить, как рассказать о сложном просто. Мне кажется, фестивальщик России, те работы, которые на этом фестивале представлены, они как раз эту задачу решают. Здесь же обсудили значимость тематики фестиваля, ведь в последние годы он вошел в программу патриотического воспитания молодежи региона. Работы журналистов отражают в себе значимое событие военной истории Отечества на понятном для молодежи языке. Все это позволяет сохранить историческую память и перевить чувство гордости за свою родину подрастающему поколению. Качество представленных на год, год от года, повышается. Прекрасные телевизионные фильмы, прекрасные радиопередачи именно глубокого патриотического содержания. Это большое настояние не только фестиваля, я думаю, и российского телевидения, который могут использовать их в этом плане. Традиционной для участников стала поездка в лицей полиции имени Героя России Федора Кузьмина. Его воспитанники уже несколько лет являются участниками конкурса телевизионных работ в рамках фестиваля «Щит России». Помимо экскурсий для журналистов провели семинар и мастер-класс. Вы помните, как вещи Олег взбирался, незаступным, азаром. Его начинали на мастер-классы такие полотна вообще рисовать, из которых следовало что-то для журналистов сначала непонятное, а потом вырисовывались какие-то конструктальные вещи. Самым волнующим стал последний день фестиваля. Накануне Дня России стали известные итоги конкурса. Но перед вручением заслуженных наград со сцены вновь звучат самые теплые слова участникам юбилейного мероприятия. Сегодня город Пермь открывает очередную 20-летку в истории развития нашего фестиваля. Я уверен, что это 20-летие будет успешным, так же успешным, как и прошедшая 20-летка. Надеюсь, что фестиваль еще не один раз будет проводиться в нашем любимом городе, потому что если говорить о щите России, то щит России – это берег. Компетентное жюри под председательством автора военных передач Александра Сладкова решила нелегкую задачу – выборов лучших из достойных. В актовом зале гостиницы «Урал» звучат именно тех, кто более ярко и глубоко раскрыл тему фестиваля. Помимо призовых мест названы и обладатели гран-при. Отдельно стоит отметить и то, что наш коллега, оператор Вячеслав Алексеев, отмечен дипломом и специальным призом жюри. На конкурс он представил авторскую работу «Память жива». В слезах ветеранов живет рихолетие. Во вдовьих сединах таится война.